Тупаю я, значит, по киоскам, хорошее у меня сегодня настроение, а здесь вижу джинсы по цене в 1 миллион. Сюда! Никак это комментировать я не буду, а лучше обойду другие магазины, где пришла пора вкладываться. Один кейс, тёмные дела, за 3 250, и мы пули вылетаем на свои приключения, где я полностью оплатил всё имущество, с киосков снял 800 косарей, и вот уже жду спав на свалке. Я долго думал, как правильно поступить, но идейка мне пришла просто гениальная. Как только выйдет обновление на всех серверах, у нас стартует конкурс. Кто первый скрафтит скин Малфоя и заснимет это всё на видео с таймом, получит от меня 100 реальных долларов. Я вот на кучах пытаюсь найти джинсы, и честно сказать, вам бы тоже не помешало бы их найти. Это самый проблемный сейчас товар, и я без шуток скину победителю 100 долларов. К сожалению, свалочка оказалась пустой, зато работа дальнобойщиком никогда пустой не бывает. За кассик приняли, и здесь всегда происходят какие-то приколы. Вот я не вспомню хоть одного раза, где бы я спокойно поработал один часик. Ё-моё, вы видели или нет? Мне только что влепили одну звезду розыска за типа, который кинулся мне сам под колёса. И ой, чувствую, добром это всё не закончится. Получаем 8 кассиков за заказ, ну и доставляем уже второй груз, где зарплата 11 500, а кейсов нема. Я уже и забыл, когда последний раз что-то где-то выбивал, поэтому не акцентируем на это внимание. 5 500 на базу, ну и финальная четвёртая доставка. Слава богу, я без проблем выполнил БП. Или подожди, мусора приехали, ё-моё, и вы понимаете, что на фуре я против них вообще бессильный? Колёса уже на минус, ну и начинается меняться погода, где ещё по-любому скажут, что я офнулся. Я не знаю, есть ли смысл от них убегать, их двое, а я один, ну и конечно я попался. Предупреждаем, что меня может крашнуть, но я не прогадал, реально краш. Перезаходим в игру и появляемся прямиком в тюряге, где мне ещё пишут смс-ки, что я ушёл от РП. Какие же вы глупые, я же предупредил вас, что может крашнуть, какой смысл ловаться? И всё бы ничего, но слева на экране появился очень страшный таймер. Два часа, два часа в тюрьме. Бэй, бэй, так всё на... Да Николай, вы даете его с тюрьмы? Всё. За то, что я просто случайно сбил бомжа, который под машину прыгнул, ну где справедливость? Ещё и мусоряги начинают надо мной рофлить, это типа у них так принято, да? Ой-ой-ой, а меня-то перевели в новую тюрьму, и аж прям стало интересно, как здесь всё устроено. Из моих соседов один человек, но единственное действие, которое нам доступно, это уборка унитаза. Не по понятиям, поэтому заниматься таким не будем, и выйти из камеры мы не можем. Да, это всё красиво, ну а в чём прикол мне здесь сидеть? Так, братва, до выхода на свободу осталось 7 минут, и я реально не могу понять, почему нас не выпускают на прогулку. Давайте хоть по приколу порешаем вопрос с унитазом. А, так я его просто почистил, и всё, это шо за подстава такая? Я думал, бонусы какие-то будут. Учимся на ошибках Малфоя, ну и быстренько вылетаем с этого места. Спасибо мусорам большое, мне не понравилось. Я собираю велик со штрафстоянки и пули влетаю к своим огородам, которые, кстати, постепенно начинают освобождаться. Началось с того, чего я боялся больше всего, людям просто становится впадлу фармить. Но может я этой новостью вас хоть как-то взбодрю? Игрок девятого сервера за полтора месяца нафармил 150 миллионов чисто на огородах. Да, у него есть монополия, и он ещё два брал в аренду, но вы вдумайтесь в эти цифры, 150 миллионов, да он полностью окупил все свои огороды. Опачки, какие-то два мусорка тусуются, и они меня аж прям раздражать стали. Бэйдэй пришёл, а я уже в посёлке Лесное, где, разумеется, здесь тусуются все топовые ловцы. Да, я знаю, что ловля это очень сложная штука, но и путь бомжа это не только про удачи. Я показываю свой путь, где есть и падения, и взлёты, так что сегодня славлю до. Слава маги, полностью одобряю, посмотрел мой видос, как заработать первые 10 миллионов, а заработал 40, умница. Ну и мне реально остаётся только общаться со своими сабами, слёта пока что нет. Опачки, а здесь какой-то чел с оружием бегает, я на его месте так не рисковал бы. А всё дело в том, что задем на слёте блокируют аккаунт аж на целый месяц, сюда. Рулеточка, 4 часа успешно отыграно, и это были самые скучные 58 минут слёта, сейчас должно начаться. Время выбирается рандомно, и если не было слёта до этого, должен он случиться прямо сейчас. Пришёл Payday, и меня опять заскамили, ещё и потенциальный клиент на огород слился. Пересаживаемся за свой гелик, загоняем его на СТО, и так чисто по приколу бахнем клаксон за 500к. Просто мне тюнинг для БП нужен, а это единственное, что я могу установить. Ну хоть послушайте, как звучит полмиллиона. Залетаем в казино, крутим рулетку и получаем ювелирные 50 косарей, ну спасибочки. Летим на всех парах в торговый центр, аккуратно на светофоре остановились, и получаем красивый пинок под попку и штраф 20 косарей. Кто виноват в этом ДТП, конечно же, мусорило, и просто написал, ой, я в шоке. Когда уже там наведут порядки? А, да, порядки, киоски нужно обработать. Покупаем один кейс Тёмные дела за 3 и 1кк, и ещё один за 3 и 2 ляма, баланс пока что у меня вот такой. Ладно, здесь реально дёшево, два кейса за 6 миллионов, и можно сказать, что я аж прям затарился. Эти 6 миллионов налички пускай останутся на будущие слёты, ну и ё-моё, ладно, покупаем джинсы. 666 косарей минуса нули, и подписчик Боб, я рад тебя видеть. А, и ты меня оказывается рад видеть. Он просит в долг 50 тысяч, а даст, говорит, 100, и крайний срок завтра, ну окей. Делайте ваши ставки, вернёт или нет, ну а денежка уже у него. Снимаем кейсы, тёмные дела, и общее количество у меня 8 штучек, которые я выставляю по 3 750. Если все их у меня соберут, я плюсану 30 миллионов на ровном месте. Ладно, фантазировать это не мешки таскать. И подожди, а почему я не могу зайти на пейнтбол? Вы хотите сказать, что мусорюги собрали у меня лицензию на оружие? Серьёзно? Это как вообще понимать? Мы оплачиваем все штрафы, и сейчас быстренько решим вопрос лицензёра? А, стопэ, Боб просит вернуть уже не столько, а 80. Не-не-не, у нас же был договор, 100 так 100. Лицензёр на месте, и он говорит, что у меня действует запрет на получение лицензии. Как же мусора меня расстражают, они на ровном месте испоганили мне целый день. Одно дело, если бы я реально фигнёй занимался, а так бомж тупо под колёса прыгнул, и всё. Крафтим металлоискатель, и быстренько перемещаемся на свалку. Я уже сбился со счёта, но раз 10 за последние дни я сюда приезжал, и ни разу не увидел здесь джинсы. Давайте тогда ноутбук заберём, раз уж он никому не нужен. Подожди, Боб, не перебивай! Фух, а я-то думал уже на него быковать, я ещё хитрый просто. Ник сменил, и скин другой надел. Ё, братва, это у нас новый день, где спасибо, что хоть купили эликсиры регенерации. Не нужно объяснять, что свалка для меня это как смысл жизни, и опять джинсов я не вижу. Всё-всё-всё-всё-всё, хватит, я морально устал, и заберу это бедное колесо, и пока что возьму паузу. Ой-ой-ой, а это что ещё за лялечка? Это разве не тот самый SL63 с батл пасса? Ну тогда, находится он на 56 уровне, и ещё совсем чуть-чуть, и буду на нём лёта. Если брать конкретно по скорости, то вот, говорит владелец, она поедет 305 км в час. И при условии, что это тачка из БП, динамика у неё ну просто невероятная. Закрываем задание с благотворительностью, и мне интересно, а что за неё дают сейчас по цене? Говорит, продавали за 5 миллионов, а вот это уже печально. Хотя, с другой стороны, что вы хотели? Её получат все, кто прошёл половину пропуска. Это ещё даже нормально, зафармить лёгкие 5 миллионов, но я, наверное, её оставлю себе. Заправляем полный баг гелика, и тут опять халява. Кто-то выбросил кроссовки, которые я покупал по 100 косарей. Ну и инструменты тоже за 50 тысяч улетят. Даже захотелось провести эксперимент. Сколько можно заработать, просто бегая по серверу и собирая мусор? Перемещаемся на контейнеры, а здесь стоит точно такой же беленький SL63 из батл пасса. Ну и пока меня не сожрали подписчики, давайте фастиком набивать ставочки. Да не, на завоз приехало, вижу, 36 человек, а контейнеров всех спавнится 7 штук, это нереально. Зато вот Дубай открыли, и челу выпал Лексус LFA, ну слава богу, что не сильно большой минус. Так, подожди, а по тайму, то как раз время пришло деньги мне возвращать, и что-то я не вижу сообщений от того самого Боба подписчика, он не в сети. Заходим в переписку, а здесь он говорит, что вернёт деньги в 5, 6, 7, 8 вечера. Интересно. Как вы думаете, вернёт или я слишком наивный?